Здравствуйте, меня зовут Даша Баева, это программа специнтервью и наш сегодняшний гость, президент, оно креативная экономика и директор фестиваля российская креативная неделя Марина Абрамова. Марина, здравствуйте. Хотелось бы начать с АЗОВ, что вообще входит в креативную индустрию? Ну, термин сам появился не так давно, особенно в России, там буквально три года как стали все говорить про какие-то креативные индустрии, какую-то креативную экономику, а на самом деле эти отрасли существуют достаточно давно, просто их никто не осознавал как единым экономическим сектором. И появляются новые отрасли в ядре, ядром которых является креативный продукт, интеллектуальный продукт, то, что делает какой-то конкретный человек. И вот, например, архитектор создает свой проект, он может поставить авторское право на этом проекте, художник делает свою картину, музыкант пишет собственный трек. Это все креативный продукт, там, где есть творец, человек конкретный, кто это сделал, и можно закрепить интеллектуальную собственность. Соответственно, отрасли, где возникает такой продукт, являются креативными. Объединяясь вместе, они создают единый креативный сектор экономики в России. Всего сейчас это около 16 таких отраслей, которые признаны, вот, скажем так, сектором креативной экономики. А какие самые нестандартные из них? Ну, то есть, понятно, что есть там архитектура, есть... Ну, смотрите, есть достаточно консервативные такие, как издательское дело, да, или та же самая музыка. Это те отрасли, которые сформированы достаточно давно. Компьютерная графика, интернет-разработка, IT-разработка, там, где есть какой-то индивидуальный продукт уникальный. Да, это архитектура, да, это урбанистика, это весь арт, все, что связано с созданием искусства современного в том числе. Мы можем с вами говорить про объекты культуры, про учреждения культуры, которые тоже являются сектором креативной экономики. Театры, музеи, они создают продукт тоже, и внутри них находятся закрепленные авторским правом произведения. И да, это сейчас принадлежит народу, потому что... Но это все равно является сектором экономики. Мой любимый пример по поводу театра. Если в городе хорошо работает театр, этот театр, несмотря на то, что он является дотационным учреждением культуры и получает субсидию, вроде как он не занимается коммерческой деятельностью, но он очень сильно влияет на экономику города. Вокруг этого театра хорошо работают кафе, хорошо продаются квартиры, возникает новый бизнес, и, в принципе, город может выглядеть совершенно иначе при таком работающем качественном объекте. Да, вот вы сказали, что креативная индустрия не способствует развитию регионов. А можете привести пример какого-то конкретного региона, который стал живее жить, так сказать? Мы понимаем то, что в каждом регионе, конечно же, свой набор креативных людей, своя специализация, и задача номер один сейчас губернаторов определиться в этой специализации. Потому что, вот помните, у нас совсем недавно прошла эта эра цифровизации, когда все говорили про цифровизацию, и все регионы строили IT-кластеры. Вот с креативным сектором такого произойти не должно, потому что, ну, зачем тебе строить, не знаю, там, 20 арт-резиденций, если у тебя нет художников в регионе, но у тебя зато крутые музыканты, вокруг которых можно выстроить несколько новых звукозаписывающих студий, и бизнес будет расти. Поэтому региону очень важно определиться в собственной специализации, какую из отраслей, какой перечень этих отраслей регион берет, развивает, потому что у них есть эти люди, есть эти творческие единицы, вокруг которых можно развивать этот бизнес. Например, ну, давайте возьмем Красноярск. Итак, чем хороший пример Красноярск? Абсолютно сырьевой регион, да, то есть, как бы, ну, Сибирь, производственные мощности, много... Заводов. Много заводов, да, и это так, прям от земли, что называется. В Красноярске прошла первая креативная неделя два года назад, и после креативной недели много всего изменилось. Появился Институт развития креативных индустрий, мы видим то, что сейчас с экономической точки зрения около 300 миллиардов рублей — это уже вклад креативного сектора в развитие региона, и он становится лидером в этом секторе, в Сибири. Недаром именно в Красноярске проходит сибирская креативная неделя, которая объединяет весь макрорегион Сибири в одной точке. И в Красноярске, например, открыт первый в России, единственный гастрономический университет, институт, простите, это высшее учебное заведение, всего в мире таких институтов восемь. Да, и все они не в России. А все они не в России, единственный из восьми в России, институт Поля Бакюза. И в Красноярск сейчас едут учиться люди со всего мира, получать это образование. И, конечно же, благодаря этому Красноярск становится такой новой меккой развития именно гастрономического сектора. А гастрономия тоже является сектором креативной экономики. Вот, пожалуйста, пример, как субъект. Все зависит от главы. Глава осознал, что он хотел бы разобраться в вопросе, почему весь мир говорит о том, что сейчас именно креативные индустрии формируют конкурентноспособность территорий и стран. 21-й год был объявлен годом креативной экономики в мире ООН. И вот глава решила в этом разобраться. Разобрался. Провел вместе с нами российскую креативную неделю в Сибири. Выявили специализацию, отработали по этой специализации. Появились новые институты развития. И вот, пожалуйста, экономический эффект. И Якутия. Тоже, казалось бы, да, бриллианты или сырье. Да, и кажется, что Якутия, где креативная индустрия, а нет. Сейчас Якутия одна из передовых территорий именно по развитию креативных индустрий. И, конечно же, все говорят о феномене якутского кино, авторского кино. И недавно малометражка даже претендовала на Оскар. И это же на самом деле феномен. А все от чего? Потому что также глава осознал, увидел своих людей. Потому что креативный сектор — это все про людей. И он увидел творческих людей у себя в субъекте, поддержал. Появился институт развития, который занимается непосредственно развитием креативки. И сейчас, например, Якутия один из лидеров, в том числе и в IT-сегменте. Не только в киноиндустрии, в IT. И сейчас у них развивается очень классно ювелирный дизайн реально мирового уровня. Потому что была создана школа, был создан образовательный трек, переупаковали компетенции производства, которое уже было на этой земле, производства ювелирных изделий. И совершенно другой экономический эффект. Может ли, могут ли креативные индустрии как бы останавливать внутреннюю миграцию? То есть я так понимаю, что это одно из решений. То есть чтобы не все переезжали в Москву и Санкт-Петербург, а пытались как-то устроить свою жизнь в родных регионах. Абсолютно верно. И есть даже исследования мировые, когда показывают то, что развитые креативные индустрии на территории, они влияют на индекс счастья человека. Потому что если мы с вами выходим... Живем мы не в большом городе, не в Москве. Мы выходим с подъезда с вами на работу утром. И от того, в какое качество двора мы попадаем, как там поработал хорошо урбанист, в каком мы доме живем, как хорошо поработал архитектор. Мы садимся с вами в такси, вызываем по приложению такси. Насколько хорошо работает это приложение, это тоже креативный сектор. Мы садимся в такси, слушаем музыку. Какого качества эта музыка? Мы возвращаемся домой после тяжелого рабочего дня. Какое кино мы смотрим? Если мы еще можем напечатать книгу в этом городе и пойти, не знаю, встретиться со своими читателями, посидеть в каком-то классном кафе, где есть гастрономические изыски, то качество нашей жизни, ощущение нашей жизни, оно другое. Поэтому креативный сектор, он формирует среду, креативный сектор формирует наши эмоции, наши ощущения в течение всего дня. И чем быстрее это поймут главы городов, главы субъектов, тем больше людей останется жить в своих городах, развивать их в небольших селах, потому что у них будут вот эти объекты, эти продукты креативные, которые делают другими ощущения от жизни. А вот вы говорили про Красноярск, про институт кулинарный. Скажите, а сколько там поступивших, сколько вообще человек привлекает каждый год это заведение? Ну, я, к сожалению, к счастью, не ректор этого института. Я вам сейчас точно не могу сказать цифры, сколько у них там учится людей. То есть это тоже со всей России приезжают туда? Да, приезжают со всего мира. То есть преподавание идет на французском языке, на английском. Очень тяжелый порог входа в этот институт, потому что для того, чтобы быть сейчас шеф-поваром, нужно знать не только микробиологию и химию, но и обладать достаточно широким кругозором. Поэтому это полноценно действующее высшее учебное заведение мирового уровня, которое находится в Красноярске. А как подталкивать глав регионов к осознанию важности креативных индустрий? Ну, три года мы занимаемся этим вопросом, потому что мы первые, кто вообще стал говорить и развивать тему креативных индустрий в стране. На это нацелены все наши креативные недели, и вся наша программа для того, чтобы разъяснить, дать инструменты, обеспечить точку входа, обеспечить диалог между органами власти и бизнесом креативным. Это тысячи спикеров, которые работают с нами на протяжении всех этих лет. И наши сессии — это всегда вот эта возможность коллаборации, когда сидит губернатор, мэр, министерство, и они слышат креативный сектор экономики, потому что это самый быстро изменяющийся сектор. Например, там профессии саунд-дизайна не было еще несколько лет назад. И такие новые профессии, которые возникают в креативном секторе, они должны быть закреплены дальше в институциональных актах. Должна появиться такая профессия в Министерстве труда, а потом должны появиться акведы. Человек, который открыл ИП и стал заниматься компьютерной графикой, должен иметь возможность написать это у себя официально и заниматься этой деятельностью легально. Поэтому первая часть нашей работы, работа «Креативные недели» — это была прежде всего такая информационная работа. Мы разъясняли, почему это важно. Почему сейчас самый дорогой продукт в мире — это продукт интеллектуальный. Мы давно отошли, уже мир отошел от сырьевой экономики. Он переходит в новую экономику, в интеллектуальную экономику, в экономику творческого продукта. И если раньше конкурентноспособность города, территории, региона, страны, она зависела от того, где эта территория находится, какие недра внутри, и как много рабочих рук есть, которые готовы копать с лопатой, то сейчас это все не важно. Сейчас важно одно — а кто живет на этой территории? На человеческом капитале. Есть такое качество человеческого капитала на этой территории. И может быть пустыня, но эти люди могут создавать за одну ночь уникальный продукт, который становится драйвером своей отрасли во всем мире. Потому что все упростилось с одной стороны. И здесь сразу мы с вами подходим к главной проблеме креативных отраслей — это работа с IP, с интеллектуальной собственностью. Вот. Ты придумал? В этом есть проблема в России. У нас очень много людей, которые делают очень классный креативный продукт. Мы все кулибины. Мы можем подковать блоху. Но настроить производство с этим сложно. Упаковать свой продукт с точки зрения маркетинга, пиара, упаковать его под питчинг инвесторов, сделать планирование финмоделей и так далее — с этим сложности. Потому что у людей мало этих совкомпетенций. Ну, то есть нас этому пока плохо учат. И в том задаче российских креативных недель и наших образовательных проектов, таких как Артим, как Метод, это дать эти софт-скиллы. И творческим людям, которые имеют очень прикольные разработки в субъектах, помочь эти разработки упаковать и вывести в рынок. Защитить свое авторское право и вывести в рынок. А таким образом вырастает капитализация креативного сектора и меняются цифры, которые влияют на ВРП, на ВРП региона, а потом на ВВП страны в целом. А давайте поговорим про капитализацию креативных индустрий. Были цифры, что в 2019 году мировой капитал достиг 2 триллионов долларов. По России не так много статистики. Может быть, расскажете, как сейчас оценивается. По России, да, вы правы, статистики немного, потому что пока не завершен институциональный уровень, пока мы не понимаем, на федеральном уровне не закреплены все эти отрасли, непонятно, как считать. Поэтому разные институты развития считают по-разному. И высшие школы экономики и АСИ цифры немного разнятся, но в целом это около 3% доли ВВП. Это делает креативный сектор. В других странах это примерно цифры такие, 6-7-8% в Европе. Сейчас, конечно же, вырывается вперед Южная Корея, Китай. Южная Корея вообще для нас очень интересный такой пример, потому что они первые, кто в мире написали и на федеральном уровне затвердили концепцию развития креативных индустрий. Это был 2013 год. Вот в 2013 году мы с вами вообще ничего не слышали про корейский продукт. Мы не смотрели, как сейчас, всем миром корейские сериалы, мы не разбирали их маскотов, героев, которые они делают под каждый город. Не было такого засилия в корейских комиксах, графических романов, книжной продукции, потому что тогда они приняли это решение. На федеральном уровне, на своем, они выделили свои специализации. А чем конкретно мы будем заниматься? Как Корея. Стали помогать этим творческим отраслям. И вот мы видим, какой прорыв корейского креативного продукта и как он сейчас влияет на мир. Потому что креативная индустрия — это про контент, который, конечно же, несет в себе определенный базис, определенные смыслы, традиции, определенный настрой. И через креативный контент, конечно же, страны влияют друг на друга. И поэтому развитие креативных индустрий — это еще в том числе не просто такая, знаете, как раньше было отношение. То, что такое из разряда культурки, что такое очень творческое, и вот тут какие-то художники и актрисы. Нет. Креативная индустрия, во-первых, это самый динамично развивающийся сектор экономики. Это раз. И это вот надо просто точку поставить и на это смотреть только так. Второе — это инструмент для конкурентноспособности любой территории, особенно тех, в которых нет сырья. И третье — то, что это та самая, хотите или нет, новая мягкая сила, или не мягкая сила, с которой любая страна, город, территория, либо человек говорит с миром. Потому что именно в этот продукт он выливает все, что у него на сердце, все, что у него... Ну, такая имиджевая история страны. Имиджевая история страны, да. Ну, как бы имидж — это то, что такое больше про пиар, а контент, глубинный контент, кино, современное искусство, не знаю, компьютерные игры — это про глубинную суть, которую можно через креативный продукт транслировать. А вот вы сказали, что приходилось бороться с такими несколько негативными, снисходительными установками по отношению к креативным индустриям. Как вы переубеждали чиновников? То есть у них было такое отношение, что вот какое-то там искусство. Ну, удалось. 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 За три года, смотрите, у нас не было ни одного нормативного акта на федеральном уровне, на региональном, который вообще закреплял бы понятие креативной индустрии. Сейчас у нас есть целая концепция, подписанная правительством Мишустиным, который курирует Министерство культуры. Больше двухсот нормативных актов появилось по всей стране, в регионах. И не было ни одной организации, которая как институт развития занималась бы креативными индустриями. За три года их больше пятидесяти по всей стране. Мы точно работаем с десятками регионов, точно работаем с десятками губернаторов. И там, где есть обратная связь, отклик, вот даже те субъекты, про которые я вам рассказала ранее, работа идет очень быстро. И очень быстро появляется экономический эффект, который можно посчитать. И сейчас возникает такой тренд, если там три года назад никто не говорил, и мне приходилось очень тяжело рассказывать, что такое креативная индустрия, сейчас об этом говорят практически все. И это прекрасно. Становятся тысячи мероприятий, связанные с развитием креативных индустрий. Это, в принципе, двигает весь сектор. И дальнейший шаг — это перейти уже к такому, больше к экономическому именно эффекту. От разъяснений к реальной работе и помощи этому сектору экономики, помощи этому бизнесу. Поэтому мы сейчас разрабатываем закон про креативное предпринимательство с Госдумой. На дальневосточной креативной неделе, которая пройдет буквально через неделю, во Владивостоке эта тема тоже будет раскрыта. Полетят с нами во Владивосток обсуждать новый закон представители двух комитетов Госдумы от регионального развития и экономического развития. А в чем суть, если коротко законный проект? Дело в том, что сейчас, если посмотреть на цифры, креативные секторы — это чаще всего МСП и микробизнес. Например, я открываю ИП и хочу заниматься дизайном одежды. Я себя никак не могу маркировать как креативный сектор. Или я записываю музыкальные биты, и я себя в существующем законодательстве не могу никак пометить, мне метки нет, что я являюсь сектором креативной экономики, на которой сейчас сделан особый акцент. Вот закон про креативное предпринимательство позволит поставить определенные метки на индивидуальных предпринимателей и на бизнес, который в этом секторе работает. А дальше получить для них дополнительные субсидии для развития, стартовый капитал и так далее. Мы очень гордимся, например, результатом нашей первой креативной недели. Было ясно, что нужен новый фонд, президентский фонд, который бы позволял получать стартовые деньги креативному бизнесу. Такого фонда не было. Был большой президентский фонд, в котором могут получить деньги только НКО, некоммерческие организации. А так как мы с вами говорим, мы договорились так говорить, что креативный сектор — это исключительно бизнес, это прежде всего фокус на бизнесменов, которые в этом работают. Вышли с предложением, и президент очень быстро поддержал. За шесть месяцев был создан новый президентский фонд культурных инициатив. И сейчас это в первый год было 3,5 миллиардов. В прошлом году это было 8 миллиардов рублей. Были поддержаны больше 10 тысяч проектов. Люди получили стартовые деньги. И эти стартовые деньги могут получать и ООО, и ИП, соответственно, и микробизнес, не только некоммерческий сектор. А если ты открываешь это предприятие, получить безвозмездные грантовые стартовые деньги — это очень удобно. Ну, конечно, это хороший старт. Да, это очень хороший старт. Поэтому мы очень гордимся, что такая инициатива, которая родилась на Российской креативной неделе, так быстро реализована. Здесь спасибо руководителям нашим, и кураторам, и администрации президента. И как бы все очень быстро реализовалось. И вот задача наших мероприятий — выявлять такие проблемы. Вот на прошлой креативной неделе было понятно, что нужно работать с законом. Мы потратили достаточно много месяцев для того, чтобы осознать, как с ним работать. В чем проблема? Весь креативный сектор находится на стыке отраслей. Компьютерная графика. Ну вот да, извините, что перебил. В мире даже нет еще единого реестра, который бы уже появился. Он есть. Когда объявляли год креативной экономики, 2021 год, ООН опирается на свой реестр креативных отраслей, их там 14. Мы взяли реестр этот ООН в 2021 году, и его переработали под российскую действительность. И у нас сейчас 16 этих отраслей. А что добавили? Добавили мы разделили. Например, по версии ООН, издательский бизнес и медиа бизнес — это один сектор. Но в России совершенно другая действительность. Это совершенно два разных бизнеса, несоприкасаемых между собой. Поэтому журналистика, издательский бизнес и медиа бизнес у нас разделен на разные категории. И так просто проще регулировать. У каждой отрасли есть свой ФАИФ, свое министерство, которое регулирует. Но есть новые отрасли, вот как компьютерная графика. То есть реестр будет пополняться? Он будет пополняться точно, поэтому и назван реестр приоритетных креативных отраслей, которые на сегодняшний день в России мы можем выделить. И именно потому что пополняются вот эти новые профессии, потом возникают новые отрасли. И нужно придумывать новые формы работы, в том числе на законотворческом уровне. Поэтому нужно было создать новую рабочую группу в Госдуме, которая бы объединяла комитет по цифре, комитет по культуре, комитет по экономическому развитию и комитет по региональному развитию для того, чтобы работать над нашим законом. Возвращаясь, компьютерная графика, когда приходишь в комитет по культуре, они говорят, иди в комитет по цифре. Комитет по цифре говорит, иди в комитет по культуре. Поэтому нам пришлось их объединить для того, чтобы решать проблемы таких отраслей, как вот... Да, классическая бюрократия. Да, ну, ничего, интересные задачи. В этом году уже четвертый раз будет проходить российская креативная неделя. Скажите, что, какие главные темы будут? В этом году она будет проходить в Москве, традиционно, с 3 по 9 июля. И в этом году будет новый формат. Помимо деловых сессий, которые будут идти 4 дня в кластере Ломоносов, будет большая фестивальная программа для города. 8-9 июля в парках, на аллеях, в городе будет развернута такая интерактивная программа. То есть если вы музыкант, вы можете найти свою точку, пойти в парк и поделиться опытом, поучаствовать в кастингах, поработать с партнерами из своего сектора, провести хорошо время. А если говорить про деловую программу, то мы в этом году впервые отойдем от деления на отрасли. Мы будем всю программу выстраивать от проблематики. То есть, например, нам с вами нужно разобраться, что такое креативность и суверенитет. Что это такое? Да, и мы должны осознать, какие продукты нужны нашим отраслям, для того, чтобы чувствовать себя независимыми. Например, архитекторы и урбанисты встали, когда началась проблема с автокадом. У нас должны быть собственные решения и технологические, которые позволяют креативному сектору продолжить работать. Но если говорить про смыслы, то нам нужно поговорить про глубину контента, про его импакт, влияние. Потому что мы живем в достаточно сложное сейчас время в глобальном смысле. И нужно понять, как этот контент влияет на общество, как он должен влиять, какие инструменты есть. Будем много говорить про новое международное сотрудничество, потому что вот этот новый альянс, который возникает с дружественными странами, это все альянс, который поддерживает определенные ценности. И контент — это зеркало этих традиций общества, по которым он живет. Тоже очень интересная, глубинная, философская, социологическая тема такая. Мы постараемся ее раскрыть. И все сессии — это такой глубокий брейншторм, для того, чтобы найти ответы на сложные вопросы. Давайте поговорим про смыслы. Как мы видим, в последние годы в России наметился такой тренд, некая тяга к патриотизму. Вот министр Чученко говорит о возвращении идеологии, которая пока что еще в Конституции не разрешена. Влияет ли вот такая несколько политическая конъюнктура на художников? Мне кажется, что гораздо правильнее, когда художники влияют на политическую конъюнктуру. Художники, мы сейчас с вами говорим в обширном смысле, в широком. Потому что креативные отрасли и люди творческие — это то самое зеркало происходящих процессов в социуме. Всегда их продукт, всегда их глубинные переживания должны ложиться в изменения, которые происходят в обществе. И проблема в том, что нам не нужно возвращаться, как вы сейчас сказали, цитаты, возвратить идеологию. Идеологию возвратить невозможно. Ее можно переосознать, и она должна у нас появиться новая. Потому что мы очень часто говорим про прошлое, а мы должны говорить про будущее. И опираясь, конечно же, на какие-то свои базовые вещи, как общество. Поэтому, например, взять книжную отрасль. Ну, наверное, такая самая простая контентная отрасль, она мне близка, потому что я 10 лет работала в книжной отрасли. Это десятки тысяч авторов, всего сейчас около 100 тысяч пишущих людей в стране. Около 25 тысяч людей пишут официальные работы с крупными издательствами. В этом сегменте экономики практически нет госзаказа. Это все коммерческий рынок. Это 3,5 тысяч тайтлов нового продукта, новых релизов выходят ежемесячно. Представляете, объем контента. И здесь авторы, писатели, они и издатель, они достаточно свободны. Ну, то есть, как бы их никто не прищемляет и не заставляет, там, не знаю, писать что-то определенное. Конечно же, вся отрасль, в том числе любая творческая, должна регулироваться с точки зрения закона. Конечно же, там, книжную отрасль регулирует с точки зрения всяких радикальных книг или ЛГБТ-пропаганды. И это абсолютно нормально, потому что, как бы, мы с вами ездим по правилам дорожного движения на дороге, чтобы не разбиться. В этом обществе есть определенные правила, их нужно соблюдать. С точки зрения создания контента, как бы, сейчас у творцов руки развязаны, и возможностей, которые есть сейчас в стране, не было никогда. То есть, вы, в принципе, тоже против возвращения идеологии? Ну, тоже, кажется, какой-то ерундой этот разговор. Это пока даже не снимает. Это не то, что даже против, это невозможно. Она должна быть, у страны должна быть идеология, она должна быть достаточно жестко прописана, это правда, создана населением, но ее нужно создать. Да, но пока вот именно какая-то неопределенность, то есть вообще... Ну, это же круто, значит, вы можете на это влиять? Думаю, что да. И вы, очевидно, тоже влияете на это. Поэтому. Любая неопределенность или, там, не знаю, отсутствие чего-то, это прежде всего не проблема, это прежде всего возможность. И для меня это не просто слово. А еще в этом году российская креативная неделя будет проходить в Владивостоке. Почему был выбран этот город? Что там будет? Мы с вами говорили про то, что каждый субъект должен выбрать свою специализацию, и страна очень большая, огромная. И, конечно же, если говорить про креативный продукт, очень большая разница между сибириками и дальневосточниками. Разные книги читают, разное кино смотрят, разную одежду предпочитают. Разная культура, потому что, например, на Дальний Восток очень влияет азиатская культура. Те манго, комиксы, которые читают дальневосточные читатели, зрители, потребители этого контента, в Сибири вообще этого продукта не существует. Поэтому было принято решение идти в регионы и делать вот такие окружные креативные недели, которые позволяли бы объединить весь макрорегион. Например, в Красноярске объединяется весь сибирский макрорегион, все регионы сибирского округа. На Дальневосточной креативной неделе объединяются все регионы, все 11 регионов Дальневосточного округа. И поэтому сейчас у нас есть с вами федеральная креативная неделя, на которой обсуждаются все крупные федеральные проблемы, решения, где будут вот эти сложные, почти философские темы вскрываться. И есть окружные Сибирского округа и Дальневосточного округа. Поэтому мы очень рады, что в семействе креативных индустрий прибыло. И теперь у нас есть Дальневосточная креативная неделя, которая будет проходить в мае во Владивостоке, 25-27 мая. И можно подключаться онлайн, зарегистрироваться на сайте. 200 спикеров, 11 субъектов. Будем говорить про креативное предпринимательство, потому что на Дальнем Востоке это очень развито. Вообще Дальний Восток это все про предпринимательство. Очень много компаний, которые занимаются разного рода такой деятельностью, и торговой в том числе. Как думаете, почему? Близость к странам, с которыми ведется активная торговая деятельность, очень много посреднических компаний. И в этом такая вот специализация. Будем говорить тоже много о международной кооперации. Приедут наши партнеры с разных стран, с Индии, с Индонезии, с Китая, с Белоруссии. Из дружественных стран. Потому что нужно выстраивать новые вот эти сети в этом альянсе, в том числе и в креативном бизнесе. Поэтому всех приглашаем подключаться, смотреть. А тем более, если вы там живете, приезжайте в кинотеатре «Океан», будут проходить основные деловые сессии. Вход бесплатный по регистрации. Спасибо за приглашение. И давайте чуть-чуть еще пофантазируем, каким вы видите будущее креативных индустрий в России. Вот какая идеальная картинка? Идеальная картинка такая. Прежде всего, нам нужно было закрепить новый статус креативных индустрий. И этого очень, например, мне лично не хватало. Вот до 2019 года, когда я стала заниматься развитием этой темы, я была издателем, до этого журналистом. И как бы всегда казалось, что есть такое очень поверхностное отношение к людям, кто занимается контентной деятельностью. Ничего не производят толкового. Ну, да, а как же контент? Да, как бы это то, что влияет побольше, чем что-нибудь там другое порой на человека. Поэтому первая, наверное, мечта осуществилась. Статус креативного человека в стране, он закреплен. Мы видим, мы себе даже такое представить не могли, три года назад, что первые лица государства будут об этом говорить, что будут появляться законы, что губернаторы будут соревноваться в своих стратегиях по креативному развитию. Это очень круто. Мы с вами результаты увидим через лет пять. Ну, вот этой такой институциональной деятельности. Если говорить про креативный бизнес, то очень хотелось бы, чтобы мы нашли инструменты для конкурентноспособности. Например, возьмем фильмы. Из-за того, что наш с вами глаз давно привык к американскому кино, какая бы глубокая суть ни была заложена в русском фильме, нам с вами может оказаться скучным смотреть его даже просто с точки зрения механики глаза. Потому что нас давно пересадили на другого вида контент. И нашим креативным индустриям сейчас очень важно просто переупаковаться, найти те самые софт-скиллы, научиться более качественно работать с точки зрения маркетинга с продуктом, научиться делать его классным, востребованным на рынке. У меня тоже есть такой любимый пример. Помните, когда Илон Маск зачиповал обезьяну? Конечно. Она классно играла в компьютерные игры. А вы знаете, что 8 лет назад, до Илона Маска, это сделали наши ученые в МГУ? Нет, но я замечала, что есть такая проблема, что российские исследования не публикуются в очень узких изданиях и не достигают, скажем, медийности такой глобальной очень редкой. Вот понимаете, 8 лет назад была в России зачипована обезьяна, чип был меньше, обезьяна чувствовала себя лучше. Не знаю, насколько она хорошо играла в игры, чем та, которая была зачипована Илона Маском, но про Илона Маска узнал весь мир. Не потому что они сделали это лучше или первыми, а потому что они умели себя преподнести, упаковать, разработать контентную маркетинговую стратегию, пропиарить. И как бы весь мир чуть по-другому сдвинулся в этом вопросе. Вот это то, что не хватает пока нашим кулибинам. То есть такой системной работы по переупаковке того, что мы делаем внутри страны. Если мы посмотрим на промышленных дизайнеров, мы с вами осознаем то, что крупные концерны, такие как BMW, Mercedes, они работают с нашими промышленными дизайнерами. То есть внутри команды русских. И из-за того, что у нас в стране пока мало того самого госзаказа на креативных людей, наши светлые головы получают заказы в других странах. Вот осознать это и сделать так, чтобы руководитель тракторного завода понимал, что если он производит трактор, если у него на предприятии нет в штатном расписании людей из креативного сектора, то КПД этого тракторного завода будет низким, а трактор его неконкурентно способен. Потому что только люди из креативного сектора делают ту самую надбавленную стоимость к продукту и выводят его в рынок. Если на этом тракторном заводе очень качественный промышленный дизайнер, если там сидит крутой айтишник, который потом из этого делает правильную презентационную штуку, хороший маркетолог, хороший пиарщик, то завод иной. И мы видим, происходит это осознание. Например, можно взять Сибур компанию и Леонида Викторовича Михельсона. Казалось бы, ну куда уж сырьевее, да? Но он мог не строить уникальный завод в Тобольске, как арт-объект, правильно? Он мог просто построить, вложить деньги, построить обычный завод. Но он привлек людей из креативного сектора, лучших промдизайнеров страны и не только, и он сделал объект, которым гордится весь мир. И вот этот синтез между сырьевыми предприятиями, осознание, что даже любой сектор экономики, привлекая людей из креативного сектора, повышает свою капитализацию. Это вот следующий этап и следующая мечта. Я думаю, что когда произойдет этот скачок, это будет квантовый скачок, и тогда КПД и качество в целом того, что производится внутри страны, оно будет видно всему миру. И это позволит изменить среду в городах, больших, малых, в селах. Я очень надеюсь, что это повлияет на ощущения каждого из нас и меня лично. На индекс счастья. На индекс счастья, да. А почему, как вы думаете, Россия так отстает в маркетинге, продвижении? То есть это связано с тем, что, в принципе, у нас это все стало в 90-х формироваться, слишком поздно сюда пришло. То есть есть какой-то разрыв именно такой временной, исторический. Ну, мне кажется, что мы просто другие по менталитету. Как бы нам важно, что внутри, а не снаружи. В этом есть, знаете, всегда у меня любимая фраза, что все наши недостатки — это продолжение наших достоинств. Вот наш недостаток с точки зрения, мы не умеем себя продать, переупаковать, что очень часто мы по факту правы, а по форме нет. Нет, мы не умеем нарисовать красивую картинку, потому что мы заняты другими вещами. Возьмите, там, не знаю, русскую литературу. Чем она отличается от американской? У нас 10 страниц будет размышлений о смысле жизни и глубине переживаний о героя, и там о каких-то, не знаю, о его диалоге с Богом. И только потом появится какое-то действие, он куда-то пошел и кому-то что-то сказал об этом. В американской идеологии все иначе. Там на одну страницу у тебя 5-6 действий. То есть там все глаголы. Глаголы и действия, да, как бы... Это наш русский менталитет. Мы очень много внутри, и мы не умеем себя переупаковать и продать, потому что нам кажется, что это излишне искусственно, не знаю, там, себя лишний раз приукрасить. Поэтому у нас так сложно с брендингом. Да, ну, как бы... Я же и так все делаю классно. О том, что это нужно упаковать в бренд, сделать из этого целую стратегию, выйти с этим в рынок, ну, как бы... Некоторым даже неудобно. Поэтому, ну, это наше достоинство. Это проблема, это... Прежде всего, наше достоинство. А проблема — это просто задача. И мы видим то, что, например, в наш проект «Артим» пришли уже... Это десятки тысяч людей, кто прошел обучение, бесплатное обучение. И у кого есть запрос на то, чтобы расти в регионах, сейчас есть возможность этот запрос реализовать, научиться, научить упаковывать свои интересные идеи и менять ситуацию. А сколько длится обучение? Шесть месяцев. Ну, то есть там ты должен пройти конкурс, ты можешь онлайн бесплатно, любой человек, даже, который нас сейчас с вами смотрит, он может бесплатно смотреть все эти вебинары, обучаться, а потом лучшие по конкурсу отбираются в оффлайн обучение. Они приезжают уже в Москву, и они учатся именно на своих кейсах. То есть вы придумали там открыть какое-то предприятие у себя в городе в небольшом, и вы учитесь на этом кейсе. Вам менторы помогают довести вашу идею до реализации проекта. А не потеряется ли в таком, если мы будем превращать свои недостатки в достоинства, научимся маркетингу и всему остальному, не потеряем ли мы свою какую-то самость, именно то, что составляет нашу русскую ментальность? Я думаю, что сейчас такое время, когда каждый должен начать за себя, ну, как бы время коллективной ответственности, оно ушло, и это ваше решение. Что сегодня делать? Брать новые компетенции? Учиться работой с диджиталом? Либо, как бы, рисовать хохлому в маленьком городе, которую никто не сможет купить? Ну, или там только ваши соседи? Это выбор каждого человека. Не сказать, что это плохо, это хорошо. Для кого-то хорошо рисовать для соседей, и как бы сохранить эти традиции, и не уходить в диджитал, и не обучаться новым скиллам. Кто-то примет решение, нет, я хочу, потому что я хочу сегодня выйти на Валберис, я хочу, чтобы меня могли из Индонезии сегодня мою свистульку, раскрашенную хохломой, купить. Я хочу с этого делать бизнес. И уникальность сегодняшнего дня в том, что все решения возможны. Вы можете так, сяк, вы можете обратиться в фонд, взять стартовые грантовые деньги, либо не обращаться, сделать свой бизнес за свои деньги. Вы можете коллаборироваться с международными партнерами, вы можете продавать только у себя в городе, в ларьке, и получать от этого кайф. Это тоже правильно. Либо выйти на мировой рынок через любую платформу, это делается вот так. Если вы не знаете, как это делать, вы можете сейчас найти огромное количество обучающих треков, которые позволят вам закрепить авторская собственность, запатентоваться и выйти на мировой рынок. Поэтому мне очень нравится время, в которое мы живем. Оно очень нестандартное и дает ту самую палитру невероятную возможность. И вопрос только, хотите вы это использовать, либо нет. А с патентами в России тоже есть проблемы? Проблемы нет. Есть проблема менталитета. Мы 70 лет отходили от индивидуальности. Все было народным. Это тоже неплохо и нехорошо. Это была такая опция времени. И сейчас я просто непосредственно имею отношение к антипиратскому закону, который мы в 2014 году, в 2015 году двигали для книжного рынка. В 2014 году 99% контента скачивалось в интернете бесплатно. 99% для русских было нормой читать, скачивать нелегальный контент. И приходилось работать и объяснять то, что если вы сегодня скачали нелегально книгу своего любимого фантаста, то завтра он вам продолжение не напишет. Потому что он не получит ни копейки за продукт, который он писал 5 лет. Вы себя же отрезаете от возможности получить продолжение контента. И вот это неуважение к интеллектуальной собственности чужого человека у нас она в крови. Это правда. Кто там что придумал? А, ну ладно, с копипастим, переделаем. В этом как будто нет ценности. Как в том, что вот там, да, ты дом построил, это дом твой. А если ты 5 лет писал труд, то вроде как, ну и что, если я этим тоже немного попользуюсь? Ну как бы в дом чужой зайти неприлично, а вот как бы взять чужую идею, это вроде как почти прилично. Явно этот тренд был сломан. Мы сейчас видим, насколько выросла новая культура потребления контента, в том числе в интернете. Все равно уже не так легко и не так хочется покупать, вернее, не покупать там, не знаю, пиратский продукт, потому что вроде как, ну ты же цивилизованный человек, ты пользуешься легальными ресурсами. И вот запатентовать, это та же самая история. Люди много всего придумывают, но они не знают процедуры. Первое, у них нет мотивации, потому что у нас пока эта культура еще не столь распространена. Если что-то придумал, я должен это утвердить и оформить это авторское право на себя. Это первое. А второе, мало кто знает процедуру, если им кажется, что это очень тяжело. А на самом деле нет. Уже созданы огромное количество платформенных решений, где можно очень быстро затвердить свое авторское право, получить патент, даже на дизайн. Вы придумали логотип, вы можете его быстро... Мы загрузили картинку. Да, да, да. Все достаточно механизировано. Вопрос понимания ценности этого, вопрос мотивации и вопрос на то, что нужно на это потратить время, если ты понимаешь, как работает бизнес, если ты понимаешь, что именно это IP, именно это авторское право является для тебя ядром того бизнеса, в который ты собираешься войти, если ты в нем собираешься зарабатывать реальные деньги. Марина, спасибо большое. Спасибо. Рада, что вы приехали к нам. Это была программа специнтервью. У нас в гостях была Марина Абрамова, директор фестиваля «Российская креативная неделя». Спасибо большое. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин